В эфире информационная программа День города. В студии Алена Куколева. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Спасти нельзя продать. В санатории Сосновый Бор продолжают распродавать имущество за бесценок. Стратегии роста экономики. В Рязани обсудили создание высокопроизводительных рабочих мест. И гонщики на рязанских дорогах. На северный окружной мотоциклист разогнался до скорости 300 км в час. Создание высокопроизводительных рабочих мест как стратегию роста для России обсуждали сегодня в Рязани. Конференция проводится по инициативе Промышленного комитета Общероссийского народного фронта. Подобные мероприятия до конца октября пройдут более чем в 70 регионах России. В Рязани в обсуждении принял участие уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Довести количество высокопроизводительных рабочих мест до 25 миллионов к 2020 году поручил Владимир Путин. В Рязани сегодня, как и в целом по регионам, обсуждают их социальную значимость и основные проблемы, которые сдерживают рост высокопроизводительных рабочих мест, а также системные решения, направленные на стимулирование их создания. В целом в Рязани отмечают положительную динамику роста промышленного производства. Сегодня, допустим, индекс промышленного производства за последние вот эти два года он растет и достаточно серьезно, выше, чем в среднем по стране. В прошлом году вы показали рост сельского хозяйства 7%. Знаю, что и в этом году, наверное, поддерживается этот рост. То есть какие-то позитивные уже начались в экономике изменения. С другой стороны, конечно, мы вот сегодня создали стратегию роста, главным показателем которой являются как раз ВПРМ, высокопроизводительные рабочие места. Здесь еще много можно сделать. В целом они растут. Уже в прошлом году мы видим рост высокопроизводительных рабочих мест в Рязанской области, но потенциал этого роста еще больше. По числу высокопроизводительных рабочих мест в экономике области лидирует финансовый сектор и производство пищевых продуктов. Для дальнейшего развития в этом направлении с этого года в области работает Центр экспортной поддержки и Центр малого предпринимательства, а также введены новые льготы по налогу на имущество. Основными вопросами форума стало также и формирование новых высокотехнологичных рабочих мест. Профессии будущего, за которыми основа создания цифровой экономики. И такой опыт работы в Рязани есть. Не так давно агентство стратегических инициатив подготовило атлас новых профессий. Этот документ отражает, какие профессии будут востребованы в ближайшие 10-20 лет, а какие уйдут на пенсию. Многие из них сейчас кажутся футуристичными, но по мнению специалистов уже через несколько лет станут вполне реальными. Основное направление, в котором мы работаем, это робототехника. И мы видим большую нехватку кадрового потенциала, который будет востребован уже в ближайшие годы. Один из проектов, над которым мы работаем, проект Юниор, направлен как раз на подготовку такого кадрового резерва и на создание инструментария для их воспитания. По итогам сегодняшней конференции подписали резолюцию с рекомендациями, а также сформулированы предложения по реализации потенциала Рязанской области в части создания высокопроизводительных рабочих мест. Имущество санатория «Сосновый бор» продолжают распродавать за бесценок. Об этом на заседании правительства Рязанской области заявил вице-губернатор Игорь Греков. Ситуацию поручили разобраться в службе судебных приставов. Душевые кабинки 30 штук, столько же люстребра, по 20 кроватей, тумб, шкафов и кондиционеров. Это и другое имущество санатория «Старица» было продано всего за 50 тысяч рублей. Расценки заинтересовали администрацию города, однако управление судебных приставов нарушений не нашло. Если бы арест данного имущества своевременно произведен не был, выручить денежное средство за его реализацию не представилось бы возможным, ввиду неликвидности находящегося в нем имущества. Таким образом, действия должностных лиц управления при проведении самореализации арестованного имущества по якобы заниженным ценам были направлены исключительно на правильное и своевременное исполнение решений суда. Напомним, что санаторий «Сосновый Бор» объявлен банкротом. В марте этого года учреждение полностью остановило свою деятельность. Имущество санатория было арестовано, однако у него остались обязательства перед сотрудниками. В результате действий правоохранительных органов части людей удалось выплатить начисленную, но не выданную заработную плату. В соответствии с требованием 229-го федерального закона об исполнительном производстве была произведена самореализация арестованного имущества должника. Денежные средства, полученные от самореализации данного имущества, перечислялись за искателем в счет погашения задолженности по заработной плате. Всего же от проведенной процедуры самореализации должника юридического лица было выручено около 1 миллиона 800 тысяч рублей. Управление судебных приставов сообщает, что на момент ареста и продажи имущества в санатории протекала крыша, поэтому на стенах здания образовались плесень и грибок. Весной 2017 года в Сосновом Бару отключили электричество и газ. Из-за этих действий пострадали мебель и бытовая техника. Управление разъясняет, что основная масса исполнительных документов о взыскании санатория за должности по заработной плате поступила для принудительного исполнения в конце июня 2017 года. То есть уже после того, как в пользу работников, ранее предъявивших для принудительного исполнения исполнительные документы в структурное подразделение управления, исполнительные производства уже были окончены фактическим исполнением. Сейчас часть арестованного имущества на сумму более 2 миллионов рублей находится на принудительной реализации. Его продают на комиссионных началах в Росимуществе, Рязанской, Тульской и Орловской областях. Все средства пойдут на погашение задолженности по заработной плате перед сотрудниками бывшего санатория «Сосновый бор». Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С целью повышения эффективности транспортной системы города в Рязани продолжается работа по изменению схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта. В настоящее время загруженность общественного транспорта в городе достигает всего 30%. При этом в некоторых районах пассажирам приходится подолгу стоять на остановках или делать по несколько пересадок. В ситуации разбирался мой коллега Валерий Седов. Уж полночь близится, а транспорта все нет. С такой проблемой, вероятно, сталкивался практически каждый житель Рязани. С наступлением темноты транспортный поток редеет, и доехать до своего дома становится все сложнее. К сожалению, за последнее время в нашем городе появился только один новый маршрут. Это автобус номер 10, который соединяет три самых отдаленных точки города – Борки, Михайловское шоссе и поселок Мехзавода. Жители последнего неоднократно жаловались на то, что им сложно добраться до своего родного дома. Проблема нашего поселка состоит в том, что после 10 часов у нас невозможно уехать к нам на поселок Мехзавод с любой остановки. Потому что транспорт 77 маршрутка 62 практически у нас ходит только до 10 часов. В 62 вообще до 9 часов. Поэтому к нам можно приехать только на 20 автобусе, который тоже не всегда ходит. Автобус впервые вышел на свой маршрут 23 октября, в понедельник. Сейчас их только два. И, к сожалению, проблему некоторых жителей поселка Мехзавода он не решает. Режим работы нового автобуса 12-часовой, то есть с 7 утра до 7 вечера. Маршрут сейчас проходит накатку. То есть при дальнейшем, то есть его экономической составляющей достойной будет добавлено количество единиц. Если же маршрут останется просто социальным, то будут предприняты попытки подстроиться под режим работы основных предприятий, притягивающих пассажиров. Это школы, детские сады, больницы, заводы, военные учреждения, которые находятся на пути следования маршрута. Поэтому сейчас собираем только пожелания пассажиров. Выход на маршрут новых транспортных средств, уменьшение интервалов и увеличение работы часов возможно только в том случае, если маршрут будет востребован. Остальные изменения общественного транспорта в городе касаются в основном продления уже существующих маршрутов. Из наиболее таких существенных можно было бы выделить продление четвертого автобуса до ТРЦ М5 Мол, продление семнадцатого троллейбуса до завода Ресцвет Мед, организация заезда семнадцатого автобуса к гипермаркету Лента, продление коммерческого автобусного маршрута 58М2 до Новорезанской ТЭЦ, ну и продление 90М2 маршрута коммерческого до нефтезавода. Сказались изменения и на частоте прихода общественного транспорта. Например, семнадцатому троллейбусу увеличили маршрут, но на рейс машин не добавили. Это скорее исключение из правил. В остальных же случаях добавляли новые транспортные средства. В настоящее время, чтобы появился новый маршрут, должно быть учтено очень много факторов. Это и быстрое развитие улично-дорожной сети города, и оснащение объектами транспортной инфраструктуры. Сейчас ситуация с уличной дорожной сетью в городе такова, что большая часть улиц, которые соответствуют требованиям по работе пассажирского транспорта, уже загружена пассажирским транспортом. А на некоторых улицах, особенно центральных, эта загрузка уже близка к критической. Поэтому при действующей уличной дорожной сети резервы для оптимизации маршрутной сети, для создания каких-то кардинально новых маршрутов, они почти исчерпаны. Можно говорить только об улучшении уже действующих маршрутов. Огромную роль в появлении новых маршрутов играет экономический аспект, то есть он должен быть рентабельным. Мнение граждан тоже учитывается. Любой житель может отправить заявку на появление нового маршрута. Образец есть и в постановлении администрации города. Номер 4351, а 21 августа 2012 года. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанский мотоциклист разогнался до 300 км в час и снял это на видео. Соответствующий ролик появился в социальной сети ВКонтакте. На нем видно, как рязанец на мотоцикле начинает движение от Муромского шоссе в направлении Конищева и разгоняется до 300 км в час. Скорость для Шумахера стала не помехой, чтобы заснять свой рекорд еще и на видео. Их работу изучают по многочисленным сериалам. Однако в реальной жизни профессия дознавателя выглядит иначе. Чем на самом деле занимаются стражи порядка, выясняла Галина Ершова. Дознаватели отмечают профессиональный праздник. В этом году исполнилось 25 лет со дня образования их спецподразделения. Стражи порядка расследуют уголовные дела с небольшой и средней степенью тяжести, обычно до двух лет лишения свободы или принудительными работами. Одно из них относится к статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийства или причинения тяжкого вреда здоровью». Цель не убить, не покалечить как-то, а напугать своего близкого, чтобы показать свое превосходство, запугать. Иногда близкие долгое время не обращаются в правоохранительные органы. Член семьи постепенно ведет себя все хуже и хуже. А безнаказанность она порождает только безнаказанность. 99% преступлений этой категории совершаются под воздействием алкоголя, чтобы разорвать порочный круг нередко достаточно простого разговора с полицейскими. Так удалось помирить сына и маму. Женщина сказала, что слава богу, он все перебросил, трудоустроился на завод. Он сам говорит, что я теперь работаю, у меня все хорошо. Ну да, если так, то может быть основная цель достигнута, даже если из двух десятков подобного рода преступлений один у нас хотя бы трудоустроится. Однако бывает, что семья приходит в отдел в год по несколько раз. Случаются расследователь совершенно неожиданные случаи. Один из них произошел в первый рабочий день Ольги Шалупиной. Муж угрожал своей жене, замахнувшись ножом, сказал, что я тебя убью. После чего он, когда пришли сотрудники полиции, выпрыгнул в окно и от полученных травм через неделю в больнице скончался. Однако это скорее исключение из правил. Обычная работа дознавателя – это общение с потерпевшими и проведение следственных экспериментов. Другой популярной статьей является нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Бывали случаи в этом году, например, человек четыре раза подвергался данной статье. Говорит, что как только он выпьет, ему нужно сразу садиться за руль. И даже зная, что это уже является уголовно наказуемым деянием, его это не останавливает. Перевоспитать – вот основная задача дознавателя. Как опытные психологи, они пытаются разобраться в мотивах человека и исключить повторные нарушения. Стоит отметить, что у дознавателя нет специализации. Каждый сотрудник расследует абсолютно разные случаи. На подготовку материалов по одному делу у них может уйти от одной недели до нескольких месяцев. После этого бумаги передают в суд. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Выставка прикладного искусства открылась в эти дни в Рязанском Кремле. Она рассказывает о произведениях от первых образцов до современных производственных и выставочных изделий. И так и называется. Рязань мастеровая. Продолжит Ирина Ковалева. Кадымский венис, шиловская лоза, скопинская керамика и михайловское кружево – все это самобытные виды народного творчества, которые веками развивались на территории Рязанского края. И что самое главное, продолжают развиваться сейчас. Каждый из этих промыслов по отдельности, несомненно, известен не только в Рязанской области, но и за ее пределами. А вот возможность увидеть их образцы одновременно в одном месте, да еще и узнать об истории развития данных видов народного творчества, появилась только сейчас, благодаря сотрудникам Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Особенность этой выставки, что мы представляем историю этих промыслов, историю наших коллекций, которые начали собираться еще в конце 19 века. И хотели показать тот момент, с чего эти промыслы начинались и в каком они виде и состоянии живут сейчас и процветают и представляют нашу Рязанскую область. Выставка охватывает не только основные народные промыслы Рязанского края, но и порядка трех веков их развития. Здесь представлены образцы кружева, керамики, народные костюмы из фондов Рязанского Кремля, художественного музея имени Пожалостина, а также Михайловского, Скопинского и музеев, существующих при современных производствах. Так, зао «Труженица» представила во всей красе богатство Михайловского кружева. Его отличают не только традиционные цвета, но и множество других деталей, в том числе и техника плетения. У нас многопарная техника плетения, раньше это была численная техника, то есть плелось без технического рисунка, сколка, по счету ниточек, по счету булавочек, тогда как в других областях в основном это степная техника, где присутствует крючок. И также орнамент у нас тоже отличается, это геометрический орнамент, тогда как в остальных районах это больше растительные, изобразительные мотивы. Ирина Копытина – кружевница в четвертом поколении, так что на предприятии она продолжает традиции не только Михайловского кружева, но и своей семьи. Сегодня кружево продолжает развиваться, появляются новые узоры, иногда меняется цветовая гамма, но от основных традиционных принципов стараются не отходить. Примерно то же происходит и со скопинской керамикой. Несмотря на веяние перемен, мастера все так же придерживаются того направления, которое было определено предками. Самая главная особенность, она у нас трех цветов, полива трех цветов. То есть, как вы видите, она коричневая у нас, зеленая и желтая или бесцветная. Она у нас самая такая вот, знаете, сдержанная по колоритной гамме. И тем самым вот это вот наша особенность и наше отличие. Еще она у нас очень такая декорированная, то есть мы любим украшать наши изделия разнообразными фонами. Скопинская керамика на фоне Михайловского кружева, шиловская лоза и те инструменты, которые используются для создания плетеных изделий, нежность и белизна Кадамского вениза. Все это, несомненно, заинтересует не только гостей города, но и коренных жителей Рязанской области, которые смогут узнать много нового о традиционных народных промыслах нашего края. Выставка «Рязань мастеровая» работает на третьем этаже дворца Олега и ждет своих посетителей. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Качество и комфорт – основные принципы работы заправок марки «Шелл». АЗС, которые выбирают водители, знают толк в топливе и с любовью относятся к своему транспортному средству. В чем же секрет заправок «Шелл» расскажет Галина Ершова. Автозаправочные станции «Шелл» – это целый комплекс услуг, который позволяет водителям чувствовать себя уверенно на дороге. Вас ждет приветливый и отзывчивый персонал, уютное кафе, а также широкий выбор товаров, в том числе фирменных, произведенных под маркой «Шелл». Но главное – это высокое качество топлива. Особой гордостью концерна является «Шелл Ви Пауэр» – топливо с улучшенными характеристиками, рожденное на гоночных треках «Формулы-1». Сегодня фирменные бензовозы можно встретить и на рязанских дорогах, ведь под брендом «Шелл» в городе открыты уже пять АЗС. Бензовозы «Шелл» – одни из самых безопасных в Европе. Они оснащены современной системой безопасности, видеокамерами и GPS-маячками для слежения за дорожной ситуацией и контроль безаварийного вождения, а также алкотестерами для контроля состояния водителя. Найдите фирменный бензовоз «Шелл» на улицах Рязани, сфотографируйте и выложите в социальные сети с хэштегом «Поймай бензовоз». На автозаправках «Шелл», участвующих в акции, вы сможете получить за публикацию приятный подарок. Акция стартовала 15 октября и продлится до 31 октября. Подробнее ознакомиться с правилами вы можете на АЗС «Шелл» или официальном сайте компании «Шелл.ком.ру». Рязанец Сергей Афанасов прошел отбор в новом сезоне шоу-танца на ТНТ. Молодой человек участвовал в кастинге в Москве. Эфир с выступлением танцора показали 21 октября. Рязань в танцах. Хореограф Сергей Афанасов выступил в шоу-танце на ТНТ. Ранее молодой человек пробовал свои силы в третьем сезоне проекта, однако не прошел. Уже за кулисами он узнал, что судьи оценивали не только профессиональные навыки. Нужно быть определенным персонажем, говорить определенные слова, иметь определенную харизму. Если ты подходишь под этой критерии, которая необходима для наставника. У каждого наставника в голове есть образ своей команды, в который должен входить какой-нибудь спорный персонаж, наглый персонаж, какой-то еще персонаж. И тогда все это палитры у него совпадают. И это смотрибельно для зрителей. Для участия в четвертом сезоне проекта Сергей сменил имидж. Он примерил на себя образ вдохновителя, человека, который ищет позитив в событиях и людях. Свой танец в стиле контемп он исполнил под трек Алексея Пивоварова «Кислород». Весь смысл в том, что мы дышим некоторыми людьми. И это дает нам силы. Услышать заветные слова помогли трюки и харизма танцора. Сердце твое рвется. Я это почувствовала. Ты в танцах. Ощущение крутое, потому что только я знаю то, что было до этого. И сколько трудов было вложено. Трудов непосредственно, чтобы перейти через себя. Не каких-то физических, там, подготовка. Как обычно, все делается в последний момент. И непосредственно много решений принято по изменению своего характера, представления. Поболеть за Сергея Афанасова можно уже в эту субботу. Ему предстоит пройти отбор на хореографию. Танцевальные движения будут показывать сами наставники. Галина Ершова, Вячеслав Фролкин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю хорошего завершения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Глобал-сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал-сервис. 55-90-50. Субтитры создавал DimaTorzok